В этой весной в гардеробе должен наконец-то появиться смысл какой-то. Стиль перестал быть просто набором красивых вещей, потому что красивых вещей стало много. Теперь стоит вопрос в том, чтобы одеваться в себя. Это значит, что нужно понять, что ты хочешь, какой месседж ты хочешь запаковать. Ваш характер – база модного имиджа, доказывают барнаульские эксперты фэшн-индустрии. Тренд на персонализацию дает свободу самовыражения. Главное – уметь это подчеркнуть, но при этом остаться в контексте. Мы не можем игнорировать моду, потому что она врывается к нам в жизнь. Можно всегда, говорю, иметь в наличии одно базовое платье, но благодаря очкам, сумкам, каким-то деталькам, маленьким, брошечке, ты можешь играть со своим образом. В этом сезоне очень модный, классный цвет сливочного масла. Но если по колористике вам лично этот цвет не подходит, забудьте про эту сумочку и выкиньте ее подальше. Актуальны противоположные вещи. После пандемии, например, в моду вошли изделия со стразами, с камнями. Все это должно быть очень блестящим, ярким. Можно сочетать несочетаемое и создавать свой характер, свой образ, свое настроение, свою температуру, все что угодно. Короткие стрижки – новая женственность, добавляют эксперты. Самые смелые могут решиться на веяние 60-х. Асимметричную челку – боб, пикси. Цвет не имеет значения. Ты будешь натуральная, модная. Ты будешь брюнеткой – это тоже. Не выпадешь никуда. Блондинка – пожалуйста. Макияж подчеркнет уникальность. Эффект влажной кожи, веснушки, глянцевые губы, стрелки любых форм. Это впустит в весну ваш образ. Пять трендов из десяти будут вокруг румяна. То есть скульптурирование румяными, румяна на все лицо, румяна на нос, эффект как бы обгорелого лица. То есть вот эта вот вся молодость, свежесть. Как подчеркнули эксперты, нельзя не отметить уход модных брендов из страны. Это дало толчок развития нашим дизайнерам. Я рад, что в последние два-три года российское производство стало лучше. Я надеюсь, в дальнейшем это будет тоже интереснее происходить. Изначально было очень сложно. Мы шли, искали проверенные фабрики, обжигались. Наши планы глобальные. Мы хотим развиваться. И мы, в принципе, развиваемся. В ближайшее время мы открываем магазин в Москве и в Новосибирске. И уже у нас спрашивают о франшизе. Но мы никогда не забудем наш любимый город Барнаул. И головной офис будет в Барнауле. И самое время создавать свою моду. Об этом говорили барнаульские стилисты и дизайнеры. Это новый проект сетевого издания «Толк» и журнала «Автограф» под названием «Время трендов». Встреча не последняя. Спикеры из разных сфер продолжат обсуждать самые горячие тенденции в области инвестиций, моды, строительства и не только. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. День с толком.